Имени графа Муравьева-Амурского. Так должен быть назван Благовещенский аэропорт по мнению дирекции самого очереждения. В 19 блестящий офицер, в 32 генерал, в 38 генерал-губернатор. Организовал Амурское казачье войско, вернул Левый берег Амура России. По словам руководства, такая приставка к названию сыграет только в плюс. За счет повышенного интереса к названию, к примеру, возрастет турпоток, а значит и улучшится экономика предприятия и региона. Большая привлекательность, в том числе и по названию аэропорта, может дополнительных туристов и путешественников привлечь. Для того, чтобы узнать, а где этот аэропорт, почему он так назван, а что это за регион, а чем он известен. Я думаю, это тоже взаимосвязанная вещь. На данный момент предложено 12 имен соотечественников. Среди них летчица Нина Распопова, свидетель Иннокентий, писатель Григорий Федосеев, актер Валерий Приемухов. Однако список может изменить любой желающий. Всего в конкурсе участвует 45 российских городов. Выбирать имя аэропортом будут в 4 этапа. В начале до 21 октября будут собраны имена для названия местной воздушной гавани в региональной общественной палате. Те, кто не успел представить своего кандидата до указанного срока, смогут это сделать на официальном сайте «Великие имена РФ» с 22 по 28 октября. Те кандидатуры, которые наберут более 500 голосов, они автоматически будут включены в дополнительный список. Вот этот список, лонглист, исчерпывающий список, он уже будет выставлен на предварительное голосование. То есть на основе лонглиста будет формироваться шорт-лист, в который войдут три кандидатуры. И, соответственно, из этих трех кандидатур методом народного голосования будет определяться победитель. Сейчас, считают организаторы, необходимо привлечь как можно больше внимания к проекту. К делу подключились волонтерские организации. К примеру, инициативные молодежи из движения «Волонтеры Победы». Чьим именем должен быть назван аэропорт Игнатьева, они будут узнавать в ходе соцопросов. Мы уже набрали более 50 волонтеров, ведутся информационные оповещения граждан города Благовещенска. И с 23 октября по 7 ноября будут проведены социальные опросы для уточнения и общенародного мнения. Практика называть воздушную гавань в честь известных соотечественников популярна во всем мире. Сейчас существует более 200 таких аэропортов. К примеру, Международный аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке или аэропорт имени Леонардо да Винчи в Риме. В России называть воздушные гавани именами начали относительно недавно. В основном они носят имена людей, чья жизнь связана с небом, летчиков и космонавтов. Считаю, что очень важно, чтобы было соответствующее сопровождение средств массовой информации. В школах, в высших учебных заведениях нам нужно знать историю нашего края. Я думаю, что это отличный проект. Достаточно много имен. Конечно, это наши первооткрыватели, это Муравьев Амурский, это, возможно, Хабаров. Мне кажется, имя Чехова бы очень подошло нашему аэропорту. Но я думаю, что здесь люди должны решить. Теперь городов с именем станет еще больше. Итоговое голосование пройдет до 30 ноября. Планируется информация о проекте, в ближайшее время появится в социальных сетях, в аэропортах, на жидовокзалах. Отдать свой голос можно даже СМС-кой. На итоговое решение, чье имя будет носить Благовещенский аэропорт, фактически может повлиять любой амурчанин. Денис Фриденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.